Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последняя на первой линии Самарской подземки. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Ход работ, включая сопутствующие в ежедневном режиме, контролирует региональный заказчик во взаимодействии с профильными службами Самарской мэрии. Особое внимание уделено работе по обеспечению соблюдения прав граждан, которые проживают в непосредственной близости к зоне строительства метрополитена. Часть домов попала под расселение. Сегодня с жителями муниципальных квартир встретились глава города Елена Лапушкина, министр строительства Самарской области Николай Плаксин, подрядчики, юристы, представители администрации Ленинского района и жилы инспекции. О вопросах, которые звучали чаще всего, и найденных ответах. Репортаж Ольги Павловой. В доме на Самарской 223, рассказывает Светлана Григорян, выросло 4 поколения ее родственников. Проживать в центре города удобно. 10 минут до набережной, пара минут до площади Куйбышева и меньше минуты до ближайшей остановки. Когда в границах улиц Новосадово и Осипенко построили станцию метро «Алабинская», которая соединила отдаленные районы Самары с центром, стало понятно, что последняя станция на первой линии Самарской подземки расположится в старом городе. Дом Светланы по Самарской 223 в связи со строительством станции метро «Театральная» попал под расселение. Но переменам, отмечает жительница города, она даже рада. Жилищные условия необходимо улучшать. Я вообще очень довольна, что все-таки до нас дошли. И можно на что-то надеяться лучше. Я хочу лучше для своих детей и внучки. У меня одна комната, 13 метров, так что квартира не помешает. Пусть даже будет однокомнатная, но хотя бы с удобствием. В зале администрации Ленинского района жители нескольких десятков муниципальных квартир. У каждого свои истории и пожелания по поводу предстоящего переезда. Расселение домов в зоне строительства, как и всегда в таких случаях, вынужденная мера. Объясняют жителям Самары глава города Елена Лапушкина, министр строительства Николай Плаксин, юристы, подрядчики и представители жилинспекции. Метро строится на территории старого города, где дома имеют ограниченные технические характеристики. Ранее была дана экспертная оценка. Есть жилье в статусе аварийного. Кроме того, часть зданий нельзя будет эксплуатировать после возведения метрополитена из-за акустического и вибрационного воздействия. Большая часть зданий старых лет постройки без фундаментов. Из-за этого не только по причине прямого воздействия санитарно-эпидемиологических норм, акустических, вибрационных, все это будет отображаться на благополучии в дальнейшем при проживании в этих домах. Поэтому оставить дома на прежнем месте не представляется возможным даже с технической точки зрения. А вот обеспечит людей более комфортным жильем министерству строительства под силу. При этом интересы жителей будут максимально учтены, и каждому из них достанется комната и квартира площадью не меньше предыдущей. Учитывая метраж куда более современного жилья, даже большей. Кроме того, 9 объектов культурного наследия будут сохранены и перепрофилированы из жилых в административно-хозяйственные постройки. Власти заверили участников встречи, вся консультационно-правовая помощь будет оказана в полном объеме адресно. Разъяснять, разбираться в нюансах будут регулярно и столько, сколько потребуется жителям, чтобы для каждого была обеспечена понятная и прозрачная процедура. С 5 числа будет открыт кабинет, в котором квалифицированные специалисты юристы в сфере жилищного строительства будут оказывать необходимую всем консультацию. Ну и со своей стороны хочу сказать, что двери Министерства строительства для всех открыты. Пожалуйста, мы готовы к любому диалогу. Соблюдению прав граждан и законодательных норм будет уделено особое внимание. Специалисты выступают за индивидуальный подход к каждой семье и каждому человеку. Безусловно, вопрос очень сложный. К каждой семье отдельные истории. Вы слышали прекрасно. У кого-то больные, родные и близкие. У кого-то дети учатся в центре города. Кто-то 40 лет живет на этой территории и предпочитает остаться на этой территории. Будем встречаться до тех пор, пока каждый человек не получит квартиру. Проект строительства станции метро «Театральная» был одобрен и утвержден 30 сентября прошлого года. Новая ветка пройдет по улице Галактионовской, на участке от Вилоновской до Красноармейской, в непосредственной близости от площади Куйбышева и театра оперы и балета. Несмотря на то, что запуск масштабного, необходимого для города объекта требует непростых решений, в администрации города просят жителей Самары отнестись к возведению новой станции метро с пониманием. Ведь завершение строительства первой ветки соединит жилые микрорайоны Беземянка и Юнгородок с историческим центром, доехать до которого можно будет всего лишь за 20 минут. При этом существенно сократится интервал движения поездов с 12-15 минут до 5-8. Увеличится и пассажиропоток не менее чем на 15%. Важный инфраструктурный проект позволит решить и другие транспортные проблемы, а также положительно скажется на инвестиционной привлекательности региона, даст новый импульс развитию Самары. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В пятницу 9 сентября в Самаре пройдет очередное автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщили в городской администрации. Места будут распределять на основании наличия у родителей ребенка право на внеочередное и первоочередное зачисление в соответствии с действующим законодательством. Даты регистрации ребенка в электронном реестре, возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2022 года, направленности группы. Если ребенку предоставлено место, родители должны в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения обратиться в детский сад для письменного подтверждения того, что дошкольник пойдет именно в это учреждение. Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным местом необходимо обращаться в МФЦ. Перед началом распределения рекомендуется проверить информацию, указанную в заявлении на портале образовательных услуг, либо на сайте в разделе «Поиск заявлений». В случае обнаружения неточности, родителям необходимо обратиться в МФЦ для корректировки данных. В Самаре 128 тысяч детей пойдут в школу. Среди них и ребята с территории Донбасса, которые сейчас находятся в пункте временного проживания. Некоторые из них приехали еще зимой. Для них образовательный процесс продолжится, а часть детей в самарскую школу пойдут впервые, двое в первые классы. Готовы ли вынужденные переселенцы к началу учебного года, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в сюжете. В пункте временного размещения сейчас проживает 69 детей школьного и дошкольного возраста. Из них 31 ребенок с 1 сентября приступит к обучению в Самаре. Их примет 43-я школа. Насколько ребята и их родители готовы к учебному году, проверила глава города Елена Лапушкина. Двое детей из числа временных переселенцев пойдут в первый класс. Обучение в школе начинается именно здесь, у нас в Самаре. Конечно, хочется, чтобы это запомнилось им как праздник. И чтобы действительно получали качественное, хорошее образование. В этом году здесь два выпускника, два одиннадцатиклассника. Разговаривала с молодыми девочками. Они сказали, что в школе они замечательно себя чувствуют, что у них друзья и, в общем-то, идут в школу с удовольствием. И это очень радует. Для них вот эта мирная, спокойная жизнь, мирное, спокойное обучение в образовательной школе. Но, наверное, кто-то уже и забыл, что это такое. И действительно, нам хочется, чтобы вот у них на душе было спокойно, чтобы они получали здесь ровно то, что должны получать абсолютно все дети с земли. Первого сентября для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов пройдут торжественные линейки. Для всех остальных организуют классные часы. Всех детей с пункта временного размещения будут доставлять в школу и обратно централизованно на автобусах, как в первую, так и во вторую смену. Все дети у нас обеспечены канцелярскими товарами, предметами первой необходимости. Школу обеспечивают учебниками. На территории ПВР созданы условия для подготовки и написания домашних заданий, домашних работ. Соответственно, все организационные моменты урегулированы. Также в школе дети получают у нас бесплатное питание, либо завтрак, либо обед, в зависимости от смены обучения. Напомним, ранее глава Самары провела совещание в городской администрации по подготовке школ к учебному году. К обучению приступят 128 тысяч детей, из них почти 15 тысяч пойдут в первые классы. В образовательных учреждениях города прошли проверки, по итогам которых все школы, детсады и организации дополнительного образования признаны готовыми к безопасной и комфортной работе. В 34 заведениях провели капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов. Еще в 31 капитально отремонтировали кабинеты ограждений, обновили материально-техническую базу. Повышенное внимание к безопасности школьников. Из почти 500 образовательных учреждений, расположенных на территории города, 157 выходят на уличную дорожную сеть. Там нанесли разметку, проверили установку светофоров и лежачих полицейских. По распоряжению главы города, в связи с начавшимся ростом числа заболевших коронавирусом, в школах сохраняется контроль температуры перед началом занятий. Все учреждения по-прежнему должны быть оснащены средствами дезинфекции и устройствами обеззараживания воздуха. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. Сменить управляющую компанию станет сложнее, а продать микродолю в квартире вовсе невозможно. В России с 1 сентября вступают в силу новые законы. О том, как изменится жизнь россиян с первого месяца осени, расскажет Светлана Кудрявцева. С 1 сентября вступят в силу изменения в закон о защите прав потребителей. Теперь продавцам будет запрещено собирать с покупателей персональные данные, если те не захотят их раскрывать. Это правило касается в том числе и интернет-магазинов. По требованию покупателя продавец будет обязан устно или письменно объяснить, зачем ему нужна эта информация. Если же магазин откажется обслуживать покупателя, который не хочет предоставлять личные данные, ему будет грозить штраф. Уточнили перечень недопустимых условий договора, которые нельзя использовать в отношениях с потребителями. Перечень достаточно большой. По большому счету мы можем сказать, что этот перечень основан на тех нарушениях, которые были выявлены судебной практикой. И чтобы это минимизировать, чтобы купировать эти риски, внесли изменения в закон. Например, продавцы теперь не имеют права ограничивать покупателя в способе оплаты и требовать, чтобы тот расплатился только наличными. Ограничивать право потребителя требовать замены или возврата денег при обнаружении недостатков в товаре или услуге. Нельзя уменьшать размер законной неустойки и навязывать дополнительные услуги. Теперь потребитель может согласиться с дополнительными услугами, но для этого ему должны четко, однозначно и ясно сказать, что это за дополнительная услуга, что она будет введена, согласен он на нее или не согласен. 1 сентября работодатель будет обязан уведомлять Роскомнадзор о работе с персональными данными сотрудников при оформлении гражданско-правового договора или оформлении пропуска для входа на территорию. Раньше очень многие организации не подавали соответствующие уведомления обработке персональных данных. Им было это разрешено. Однако вот с 1 сентября все абсолютно организации, все индивидуальные предприниматели, кто заключает трудовые договоры, то есть имеет работников, кто принимает оплату от физлиц на сайте, кто даже просто, например, если в салон красоты обрабатывает данные физлиц для того, чтобы смс-ки им рассылать с напоминанием о следующем визите, все, кто обрабатывает таким образом персональные данные, обязаны будут подать соответствующие уведомления в Роскомнадзор. В стране запретят сбор биометрических персональных данных у подростков. Это фото, видеозапись, отпечатки пальцев, результаты тестов ДНК и прочее. Совершеннолетний сотрудник также может отказаться от предоставления биометрических данных, и работодатели обязаны учесть эти пожелания. С 1 сентября в России значительно изменится правило охраны труда сотрудников. С 1 осеннего месяца порядок обучения по охране труда не будет распространяться на индивидуальных предпринимателей и физических лиц. При этом рабочие будут учиться оказывать первую медицинскую помощь не реже одного раза в три года. Изменится и порядок расследования несчастных случаев на производстве. Заседание комиссии по расследованию опрос очевидцев и потерпевшего будет возможен по видеоконференцсвязи. С сентября некоторые работники снова смогут получать молоко за вредность. Это касается тех, кто взаимодействует на работе с химией, включая красители, микроорганизмы, споры, живые микроклетки и радиоактивные соединения. С 1 сентября вступает в силу закон, который запрещает делить жилье на доли меньше 6 квадратных метров на человека. Чаще всего это делается через механизм. Покупается 1 квадратный метр в комнате, ты являешься собственником и как собственник прописываешься в квартире. Все понимают, что это фикция, так не должно быть. Жилое помещение используется для проживания в первую очередь. Естественно, если мы подразумеваем, что кто-то проживает, он должен проживать в каких-то комфортных условиях. По словам экспертов, закон вызывает больше вопросов, чем ответов. Честно скажу, этот закон порождает большое количество проблем для тех, кто уже владеет такими долями и для тех, кто станет их владельцами в будущем, например, в порядке наследства. Потому что если мы буквально читаем закон, ничего с этими долями, по сути, сделать будет нельзя. То есть ими можно будет только владеть, но их нельзя будет ни дарить, ни продавать. То есть пока непонятно, как будут защищаться права таких собственников в будущем. А вот сменить управляющую компанию станет сложнее. Для этого понадобится собрать не 25% голосов всех собственников жилья, а в два раза больше 50%. Соответствующие поправки в жилищный кодекс вступают в силу в первый день осени. Из своего личного опыта я могу сказать, что сменить управляющую станет тогда практически невозможно, потому что жильцы, в принципе, не очень охотно ходят на собрание. А так, чтобы из пришедших оказалось еще и 50% собственников, и все они проголосовали за смену, ну, действительно, посмотрим, как теперь вот на рынке управляющих компаний эта норма будет реализовываться. Также 1 сентября вступают в силу поправки в закон о рекламе. Теперь вся цифровая реклама должна будет маркироваться и учитываться в специально созданном для этого реестре. Скрытая реклама будет запрещена. Студент Самарского университета разработал для МЧС мобильный аналитический комплекс, который позволяет многократно увеличить точность выявления признаков поджога при расследовании причин возникновения пожара. Устройство также сможет пригодиться экологам и застройщикам. С ее помощью можно проверять почву на наличие вредных веществ. Сейчас изготовлен опытный образец прибора, который прошел предварительное тестирование на базе региональной испытательной пожарной лаборатории. Для выявления признаков поджога эксперты, как правило, используют метод газовой хроматографии. Внешне комплекс выглядит как небольшой пластиковый кейс. Общий вес прибора со всеми дополнительными устройствами, газовыми баллонами и аккумулятором составляет около 10 килограммов. То есть его можно доставить непосредственно к месту пожара. Выслушать, разобраться, помочь. Сегодня в региональном центре «Мой бизнес» прокурор Самарской области Сергей Бережицкий провел личный прием предпринимателей. На встрече присутствовал и бизнес-омбудсмен региона Эдуард Харченко. С какими вопросами приехали руководители предприятий в нашем следующем сюжете. Компания Сергея Якимова год назад выиграла аукцион по ремонту котельного оборудования. Заказ был выполнен качественно и точно в срок. Клиент сразу принял работу и произвел оплату по счетам. Но тут вступили в дело конкуренты и на предприятии Сергея начались проверки. Все это, насколько я понимаю, происходит из-за того, что конкурс мы выиграли по заниженной цене. И мне поступали угрозы от конкурентов. У нас последняя надежда – это обратиться напрямую к прокурору области и уполномоченным правам предпринимателей. На приеме прокурор Сергей Бережицкий совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко рассмотрели конкретные проблемы бизнеса. Такие встречи проходят каждую среду в региональном центре «Мой бизнес». Участники могут пожаловаться на незаконные уголовные преследования, обсудить вопросы налогового контроля и другие нарушения прав предпринимателей. Из общения с предпринимателями мы четко понимаем все эти проблемы и вопросы, которые есть у бизнеса. И, так сказать, на короткой дистанции мы их получаем, отрабатываем, пытаемся, естественно, конечно, решить и помочь. Основная цель такой работы – устранить препятствия для развития бизнеса. На этих встречах рождаются предложения. Где-то мы выходим в законодательные инициативы вышестоящие органы, где-то мы вносим извинения в нормативные правоакты, которые определяют бизнес на территории нашего города. Каждый предприниматель может записаться на встречу по телефону, указанному на экране. Александр Гусева, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Энергия цвета и абстрактные образы. В новом культурном пространстве Самарского областного художественного музея «Музейный дворик» прошла презентация фотоальбома «Самара. Россия. Мир. Юрия Стрельца». В сборник вошли лучшие работы, сделанные за 40 лет профессиональной карьеры фотографа. Многие из них отмечены престижными наградами. Подробности в нашем сюжете. Всегда быть в центре событий, ловить мгновения и рассказывать поколениям что-то новое, полезное и интересное. Для Юрия Стрельца занятие фотографией – это не просто работа или хобби, а возможность сохранять историю, живую и настоящую. Сегодня в музейном дворике проходит презентация его авторского фотоальбома «Самара. Россия. Мир». В издании представлено несколько разделов – индустриальная, спортивная, репортажная, военная тематика и другие. «Ну вот эта книжка такая, она творческая, я считаю, авторская. На нее ушла почти вся жизнь. Фотографии за 40 с лишним лет моей профессиональной деятельности. Я думаю, что каждый что-то может найти интересное для себя». На открытой площадке собрались не только те, кто давно увлекается фотографией. Галина Васильевна пришла на презентацию по совету своей дочери. Местная жительница уверена – такие культурные встречи проводить важно, ведь они духовно обогащают и развивают человека. «Ну, мне просто интересно. Я же талантливый человек, что-то новое познавать. Я люблю новое все познавать, потому что это необычно для меня». Коллеги, которые за время совместной работы стали настоящими друзьями, всегда отмечают у Юрия Стрельца нестандартное видение и умение точно подмечать даже самые мелкие детали. Фоторабота Мэтра находится в коллекции русского музея в Санкт-Петербурге, Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина и музея самарского футбола. «Мне радостно, что одно из первых, по сути дела, такое первое торжественное мероприятие – это сегодняшний день презентации этого альбома. И мне кажется, что это очень добрый знак, так что будем наслаждаться, радоваться нашим встречам». Книги в количестве 150 экземпляров изданы на средства губернского гранта в области культуры и искусства за первые полугодия 2022 года. Одну из них автор подарил библиотеке Самарского областного художественного музея. Светлана Тимофеева, Ксения Баканова, Константин Головин. События. В Самаре прошла торжественная церемония закрытия турнира «Лето с футбольным мячом». Участников и гостей соревнований поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Для юных футболистов турнир – это отличная возможность заявить о себе. Перспективных игроков приглашают заниматься в Академию крыльев советов и в Академию имени Юрия Коноплева. С каждым годом число участников турнира растет. Подробности в нашем сюжете. Турнир «Лето с футбольным мячом» проходил с 10 июня по 30 августа. Игры велись в три этапа. В масштабных соревнованиях участвовали детские команды из всех 37 муниципалитетов Самарской области. Всего почти 33 тысячи ребят. Сильнейшие игроки встретились в финале, а победители получили кубки и медали из рук губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона подчеркнул, что для занятий спортом в Самарской области созданы все условия. Появляется все больше качественных футбольных полей, обустроенных, комфортных. Это стало возможным благодаря инициированным президентом страны нацпроектам, федеральному проекту «Спорт. Нормы жизни», а также тем усилиям, которые делают власти региона для популяризации поистине народного вида спорта – футбола. Конечно, очень важно, чтобы наши футбольные клубы и Крылья Советов и Акрон имели подпитку из Самарской области. Чтобы самарские мальчишки и девчонки пополняли наши команды мастеров и показывали красивую игру. Радость всем болельщикам, всем любителям футбола. И я уверен, что так и будет. Турнир «Лето с футбольным мячом» проводится в Самарской области уже 14-й год. В этом году в нем участвуют команды юношей и девушек двух возрастных категорий – 9-11 лет и 12-14. За соревнованиями следят представители двух футбольных академий региона – Крылья Советов и имени Юрия Коноплева – и отбирают лучших игроков. К примеру, в прошлом году победители и призеры турнира отправились на 10-дневную стажировку в Академию Крылья Советов, после чего две девочки продолжили там тренироваться на постоянной основе. Некоторые игроки, выступающие в молодежной и юношеской футбольной лигах, начинали свою спортивную карьеру с этого турнира. «Это дает огромный толчок детям. Что для мальчиков, что для девочек. Это огромный плюс, потому что не все, к сожалению, могут приезжать на просмотр в Самару». «Очень приятно, что сегодня проводятся такие турниры детские. То есть команды приезжают и с области, и с Самарской, и Тольятти. Я думаю, что детям очень приятно, потому что я видел в глазах детей огонек. Еще не совсем он погас. Поэтому я думаю, что только на пользу пойдет детям этот турнир». В младшей группе среди девочек третье место заняла самарская команда «Кристалл». На втором – спортсменки из Визовки. Первое место завоевала «Лада» из Тольятти. А в старшей группе команда из Автограда упустила позиции, но тем не менее завоевала бронзу. Серебро досталось команде из Красноярского района, а золото присуждено спортсменкам из Васильевки. Среди юношей и младшей группы третье место получила команда из железнодорожного района Самары. На втором оказались отрядницы, а победу одержали новокубишевские спортсмены. В старшей группе бронза у команды из Кротовки. Серебро уедет в Смышляевку, а золото в Луначарский. Помимо матчей для участников и зрителей финального этапа турнира были организованы показательные выступления спортивных и творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы с ведущими тренерами Академии Крылья Советов и товарищеская встреча капитанов команд, участниц турнира с почетными гостями. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. Самара ГИС запустил новый проект. Скажи свое мнение. Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, довольны ли самарцы прошедшим летом. 40% отметили, что им удалось выполнить все задуманное. 47% заявили, что успели не все и некоторые планы пришлось перенести на следующее лето. А 4% даже радуются, что лето ушло и заявляют, что любят зиму. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Департамент транспорта Самары в своем телеграм-канале сообщает, что в честь Дня города для жителей и гостей Самары проведут бесплатные экскурсии по историческому центру. Они пройдут с 1 по 11 сентября по следующим направлении. Немецкая сказка, хлеба и зрелищ, обзорная экскурсия Самары «Я люблю тебя», по набережной, за Волгу или на дно. Пешеходная экскурсия «Огни вечерней Самары» или «Самарские сумерки», экскурсия «Самары. Дивный град России». А также экскурсия по Старой Самаре «Загадай желание». Для участия необходимо выполнить следующие условия. Подписаться на группу, адрес которой указан на экране. Разместить на своей странице во Вконтакте пост с любимым самарским парком или сквером. С геометкой и хэштегом «Любимая Самара 436» с днем рождения Самары. Зарегистрироваться на экскурсию. Утренняя зарядка – лучшее начало дня, сообщают в телеграм-канале железнодорожного района Самары. Лето подходит к концу. Еженедельные зарядки для лиц серебряного возраста в поселке имени Шмидта завершаются. Но следующим летом всех желающих снова ждут на тренировке. Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале делится успехами жителей в области садоводства. Ежедневно в рубрике «Красноглинский фокус» и там выкладывают фото растений и цветов, которые вырастили жители района. Как выяснилось, при желании во дворе можно вырастить даже овощи, например, огурцы и помидоры, что и доказали жители 24-го дома по улице Парусная в поселке Прибрежный. Похвастаться урожаем могут все желающие. Для этого нужно прислать фото в предложку телеграм-канала, а также выложить его под любым постом или на своей страничке с хэштегом. На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин